МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, що ж то за хлопець, як ружа, Хотела його мати замужа, А я б його любила душею, душею, Як би назвав мене своею. Весна? Хорошо. Программу «Готовим на даче» своею может назвать каждый из вас, Мои дорогие зрители. Всем привет! С вами я, Таня Пискарева. Будет, как обычно, вкусно, интересно и весело. Пойдемте! Моя мама учила меня из одного продукта готовить несколько блюд. Сегодня именно этот случай. Кролика любят дети. Это легкое диетическое мясо. Блюдо, которое я сегодня предлагаю, Это какой-то, ну, не знаю, мой личный детский восторг. Потому что макароны с кроликом, По-модному это называется пенне. Это такие трубочки. Мои дети называют их, в общем-то, трубочками. Я их называю таким макаронами. Почему это так вкусно именно с таким видом макарон? Потому что внутри дырочка. И в эту дырочку просачивается все самое вкусное. Это соус, который вот в этом мясе, Вот это все обменивается. Это все сдруживается, любится. И в конечном итоге дает нам полное восторга, ощущение счастья. Ничего вкуснее макарон не бывает. Мне так кажется. Хотя, конечно, все вкусно. Ну что, у нас с вами уже все было. Такой жирный гусь с картошкой был? Был. Сладкие блины под названием «Прощай фигура» были. С шоколадной пастой были. Утка с яблоками была? Была. Ребра, баранина, ну все было. Медальоны телячьи, ну все было. А сегодня я предлагаю нашему желудку праздничный легкий обед. В воскресенье или в субботу. Как вам понравится? Ну что ж, приступаем. Кролик с пастой пенне. Кролик. Одна штука. Макароны. Полкилограмма. Веточка чабреца. Сливочное масло. 20 граммов. Морковь. Одна штука. Оливковое масло. 50-70 граммов. Корень сельдерея. 100 граммов. Лук. Одна штука. Чеснок. 3-4 зубчика. Грибы. Шампиньоны. 300 граммов. Мука. Одна столовая ложка. Молоко. 50 граммов. Сметана. 25%. 250 граммов. Петрушка. Укроп. Соль. По вкусу. Первое, что я сделаю, это нагло разделю этого кролика на части. Начнем. Вот. Первый кусочек пошел. Добрый путь. Посмотрите, более мясистые кусочки, конечно, я складываю для макарон, которые я называю пене. А вот такие тоненькие, которые, в общем-то, ничего нам такого особенно мясистого не дадут, я их использую для приготовления супчика из такой вот, знаете, вермишелькой детская радость. Посмотрите, вот такая прям вермишелька, к ней обязательно тоненькая морковочка, она даст оранжевый такой колорит, обязательно сельдерей, лучок свежезеленый, петрушечка, укропчик, кролик, немножечко картошечки, все, что мясистое, я отправляю для нашего блюда с макаронами, то есть пене с кроликом, а более тонкие кусочки мы будем использовать для нашего бульончика. Готовить два блюда одновременно, это большая ответственность. Я попробую, давайте вместе с вами. Итак, мяско нужно тщательно отделить, чтобы в нем не было косточек, потому что в макаронах это очень неудобно. Когда попадаются косточки, это невкусно, поэтому все, что возможно отделить, мы отделяем, а остальную часть мяса, из этого мы будем делать вкусный бульончик, и потом он станет основой нашего супа. Кролик варится достаточно быстро, долго нас ждать он не заставит. Пусть он варится, наваривается. Когда сварится все для бульона, безусловно, мы мясо вытянем и еще раз его пересмотрим. Косточки удалим, мяско оставим. Ну что ж, приступаем мы к его приготовлению, и будем мы это делать на сковородке. Складывать все мы это будем поочередно в казанок после прожарки. Начнем мы, как обычно, с веточки чабреца и чеснока и оливкового масла. Оливковое масло. Немножко сливочного, так как кролик очень любит сливочное масло. Буквально зубчик чеснока и веточка чабреца. Вот так. Все, кролик пошел. Вам уже говорила, все готовится очень-очень быстро, поэтому времени мы не теряем, не зеваем. Стараемся не отходить от печи, потому что температура высока. Нам нужно не упустить этот момент. И сразу, чтобы все, что нам необходимо, было готово, добавляем кипятка в нашу чашу и ставим наше пене. Вот так. Кролик очень-очень быстро готовится, как вы видите. Я сняла его. Мне очень важно сейчас его посолить, поперчить и дать ему возможность отдохнуть, потому что температура, в которой он готовится, сразу делает его румяным, сочным. Но необходимо заправить эту красоту смесью перцев. Дадим немножко, потому что дети. Пахнет прекрасно. Добавим немного соли. Еще не проготовилось мясо кролика, но нам, собственно, этого и не нужно, потому что нам сейчас нужно его сложить опять в нашу чашу, дать ему отдохнуть. Сейчас самое время заняться приготовлением соуса. Мясо отдыхает. Мы его закроем. Очень быстро сейчас мы режем лук. Измельчаем его максимально. Так, в быстром темпе подливаем сюда оливковое масло. Добавляем сливочного. Так. Отставляем, потому что это слишком большая температура. Заканчиваем с луком. Вот так. И выкладываем все на сковородку. Даем сюда немного муки. И контролируем ситуацию. Вот так. Так. Прожарилось. Очень быстро. Добавляем немного молока теперь. Создается такая консистенция. Мука делает эффект загустения. Посмотрите, как это выглядит. Вот так. Вот так. И заправляем этой смесью нашего кролика. Все прекрасно. Теперь снова немножко оливкового масла. И моркови. Готовим грибы. Пене уже готово. Морковь важно не пережарить. А пене важно не переварить. Складываем. Все сюда. Отправляем грибы. Пока наши грибы на совершенно сухой сковородке отдают свою влагу. Потому что вы знаете, что шампиньоны, они очень влажные грибы. Нам много воды. Нам нужно их отдать. А мы тем временем снимаем наши макароны. Ну что ж, посмотрим. Когда мы их сняли, им особо ничего не угрожает. Они должны быть слегка недоварены. Проверим. Пусть остывает. Тем временем не зеваем, смотрим грибы. Вот так. Они тут же румянятся. Посмотрите. Очень красиво сразу происходит. Они тут же становятся румяными. И как только они отдали свою первую воду, я предлагаю предложить им немножко масла сливочного. Потому что грибы любят сливочное масло. Вот так. Ну вот. Они становятся на масле. Такие прям румяные. А запах чудо какое-то. Долго держит температуру сковородка на плите, в печи. И грибы получаются такие румянненькие. Очень красивые. Предлагаю им дать еще немножко возможности прийти в себя. Все. Воду мы слили. Теперь немедленно смотрим на наши грибы. Они в прекрасной форме. И теперь нам нужно внимательным образом сложить все, что мы сделали с нашими кроликом и морковочкой. И здесь был такой соус. луковый такой. Вот он так красиво выглядит. Мы теперь должны все это смешать и довезти. И довезти. Видите, какая высокая температура, что грибы находятся вместе с мясом кролика здесь, на сковородке. Сковородка на столе. Но температура, в которой это держится, она очень высока. Кролик, как вы помните, мы его сняли. Он был не до конца проготовлен, но пока он находился в нашей макитре, украинскую, кажуть так, он там сохранял свою температуру. Мы дадим ему немножко возможности раскрыться. Обязательно проверяем, насколько готова наша панэ. Вот оно такое слегка сыровато. Нам это и нужно. Потому что хорошее, правильное панэ должно быть из твердых сортов пшеницы. Для того, чтобы потом взять, натянуть на себя весь этот соус, который мы будем сейчас доготавливать. Он у нас кипит. Самое время пришло добавить туда сметаны. Сметана жирная. Сметаны должно быть достаточно много, потому что здесь один кролик, вся мякоть одного кролика. Мы добавляем соли и помешиваем. Теперь осталось добавить еще немного зелени. Зелень совершенно необходимо порубить чесноком. Я добавляю сюда, конечно, еще немножко укропа. И все ароматы на месте. Добавляем. Вот так. Ну, совершенно необходимо попробовать соус на вкус. Мы это сделаем. Отлично посолим. Прекрасно. Тут все готово. Ну что, теперь нужно заняться нашими макаронами. Чтобы макароны были прекрасны и хороши, немножко их нужно полить оливковым маслом. Это правило такое, нерушимое. Вот так. И перемешать. Мы их вовремя сняли, и они внутри доготовились. Они упругие. Они абсолютно готовы. Они ждут только соуса. Я макароны не солила. Потому что я очень хорошо и щедро наполнила и ароматами, и солью, и перцем нашу прекрасную подливку. Теперь это все нужно сложить. Складываю я это в большую посуду. Итак, макароны пошли. Осталось только соединить. Соуса достаточно, чтобы в каждую дырочку этой чудной макаронины проник этот соус, проникло счастье. Все это должно обняться и полюбить друг друга. Как мы с вами. Правда, дорогие зрители? Это все. Наши макарошки готовы. пене с кроликом и грибами с соусом все к вашим услугам. Что необходимо еще? Необходимо еще буквально 5-7 минут, чтобы я закончила наш супчик диетический из кролика с вот такой чудесной вермишелькой. Подождете? Это произойдет за 5 секунд. Я вам обещаю. Суп из кролика вермишель 100 граммов картофель 300 граммов кабачок цукини 1 штука болгарский перец красный 1 штука морковь 1 штука каперсы 1 столовая ложка сливочное масло 20 граммов зелень сельдерей 50 70 граммов зеленый лук петрушка соль и перец по вкусу Наш бульончик с мясом сварился. Что мы делаем? Мы вытягиваем все это мясо, отбираем кости отдельно, а мяско отдельно. А пока мы занимаемся разбиранием мяса от костей. Нам необходимо загрузить в наш супчик картофель, сельдерей, кабачок цукини, немножко красного перца для цвета и красоты, немножко моркови, постараемся сделать это тоже красиво кубиками, отправим это туда же. Я люблю добавить к супчику немножко капельса, придаст такого интересного вкуса. Наступает торжественный момент, детская вермишелька, детская мечта счастья и радости воспоминания, конечно, отправляется в супчик кроликам. солим, перчим и, конечно, готовим нашу зелень. Петрушечка в данном случае то, что надо. Я бы еще немножко зеленого лука, вот ее такую беленькую часть, я бы сюда еще предложила. где-то столовую ложку сливочного масла, приблизительно вот так, сразу же отправляем сюда зелень и снимаем с плиты. Наш супчик готов! Ну, друзья мои, принимайте работу! Ух! Это очень красиво! Тут вот сельдерей, мясо кролика без косточки, морковочка. Посмотрите. Ну, что? Накрываем на стол. Пахнет неповторимым. кролик с пастой пенне. Кролик одна штука. Макароны полкилограмма. Веточка чабреца. Сливочное масло 20 граммов. Морковь одна штука. Оливковое масло 50-70 граммов. Корень сельдерея 100 граммов. Лук одна штука. Чеснок 3-4 зубчика. Грибы шампиньоны 300 граммов. Мука одна столовая ложка. Молоко 50 граммов. Сметана 25 процентов. 250 граммов. Петрушка укроп. Соль по вкусу. Суп из кролика. Вермишель 100 граммов. Картофель 300 300 граммов. Кабачок цукини одна штука. Болгарский перец красный одна штука. Морковь одна штука. Каперсы одна столовая ложка. Сливочное масло 20 граммов. Зелень сельдерей 50 70 граммов. Зеленый лук петрушка. Соль и перец по вкусу. Ну что, этим прекрасным воскресным днем я счастлива. Потому что здесь мои любимые блюда. Здесь супчик нежный диетический с мясом кролика с кабачком цукини с кусочками моркови перца сельдерей каперсы. Все это очень вкусно. Выглядит аппетитно. И конечно любимая детская вермишель маленькая такая и всем знакомая. Я вас угощаю этим супом. Попробуйте это очень вкусно. конечно предлагаю вам попробовать пене из кролика с грибами морковью. Это тоже очень вкусно. Я получаю максимальное удовольствие когда готовлю это для вас мои дорогие зрители. Сейчас внизу вы видите электронный адрес и можете присылать свои Пожалуйста уделите этому внимание и мы обязательно приготовим ваши любимые блюда которые вы проверили временем и вашими родными и близкими людьми. А с вами была я ведущая программы готовим на даче Таня Пискарева Я люблю вас пока пискарева Пискарева Продолжение следует...